С каждым годом в епархиях Русской Православной Церкви набирают популярность православные лагеря для юных прихожан. Такая форма летнего досуга – это и закрепление знаний, полученных в воскресной школе, и общение со сверстниками, а также возможность раскрыть свои таланты. В Перуральском православном лагере «Исток» для этого созданы все условия. Надежда Калинина продолжит. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Знакомая многим с детства песня про солнечный круг исполняется всеми отрядами православного лагеря на отчетном концерте для родителей. В течение смены ребята готовили творческие номера для того, чтобы порадовать мам и пап. В этом году в лагерь смогли поехать 65 человек, хотя заявок от родителей было намного больше. Но те из ребят, кому посчастливилось быть здесь, не скрывают своей радости. Во-первых, мне очень нравится. Тут такая сплоченность, одухотворенность все равно чувствуется в людях. Мне нравится, что мы каждый день молимся, утром, вечером. Это как-то сближает нас, что ли. Кроме общих молитв есть и беседы с батюшкой, и соборные молитвы в храме, и еще много других вещей, благодаря которым мальчики и девочки вновь хотят приехать сюда. Православный лагерь «Истоки» существует на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Гагаринский» уже второй год. В отделе образования такие смены называют профильными, ведь здесь детей объединяют не только по интересам и возрастным группам. У ребят, приехавших сюда, одна общая вера. Одновременно с православным лагерем в физкультурно-оздоровительном комплексе «Гагаринский» работают и другие тематические смены. За все время существования православного лагеря, как в том году, так и в этом году, мы не наблюдали ни одного случая межрелигиозной вражды, недопонимания. Наоборот, мы говорим о том, что в детской среде возможен диалог культуры. Отправляя детей в лагеря, многие родители испытывают тревогу, ведь помимо игр и кружков, дети могут столкнуться и с агрессией или негативным влиянием среды. В настоящий момент, наверное, не каждый родитель отправит ребенка в лагерь, потому что очень много искушений, соблазнов, очень много грязного интернета именно в опыте детей 12-13 лет. Отправляя ребенка в православный лагерь, прекрасно понимаешь о том, что в его сердце не вселится ничего дурного, ничего плохого. Но главным итогом, который отметили все гости концерта, стало ощущение счастья, которое буквально витало в воздухе. Счастье невозможно без дружбы. Счастье невозможно без людей, которые находятся рядом с тобой и которых ты начинаешь замечать. Лагерная смена подходит к концу, но уже на будущий год заезд может повториться.